Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Вопрос интимного характера. Я не буду его зачитывать, потому что там содержатся довольно интимные моменты. Я не буду отслучивать их. Скажу только, что автор не получает оргазм. Это первое. Второе. Чувствует себя неполноценно из-за этого. И третье. Пишет, что, соответственно, к мужчине психологу не пойдёт. Вот. Собственно, с этого, пожалуй, и нужно начать. Мне кажется, что это основные вещи, которые в данном случае имеют значение. Мне кажется, что, в принципе, сексу и интимной сфере вы придаёте большое значение. Мне кажется, что в самом интимном процессе вы сконцентрированы на оргазме. Мне также кажется, что у вас есть проблема доверия. То есть, мне кажется, что вы не расслабляетесь, мне кажется, что вы всё время как будто бы ждёте чего-то плохого, дурного. От мужчин. То есть, сексуальное удовольствие возможно, когда человек чувствует себя в безопасности. На мой взгляд, вы себя в безопасности не чувствуете. Собственно, ваша история, то, что вы рассказываете, на мой взгляд, косвенно это подтверждает. А вы несколько раз упомянули своё воспитание. Я полагаю, что воспитание у вас было довольно специфическим. Воспитание, в котором вы не чувствовали себя свободной, свободной. Воспитание, в котором, вероятно, мужчине отводится какая-то особая роль. То есть, вот, то, что вы говорите, да, что, ну, к мужчине, к психологу не пойдёте. Вот это, в принципе, на мой взгляд, такая довольно показательная история. То есть, вы к мужчине относитесь, вероятно, с некоторой спецификой. То есть, либо вы мужчину идеализируете и потом в нём разочаровываетесь, либо вы, в принципе, как-то вот к мужчинам относитесь по-особому. То есть, вам сложно взглянуть на мужчину, как на партнёра, да, как на личность, как на человека обычного, простого обычного человека, такого же, как и вы. В общем и целом, абсолютно с такими же проблемами, да, такими же трудностями, как, в принципе, у вас. Вот. У вас, конечно, может быть, у вас может быть физиологические, основания для той проблематики, которую вы описываете, вне всякого сомнения, может быть. Вот. Но здесь, я думаю, что имеет смысл обратиться точно к врачу, да, именно врачу, и посмотреть на эти аспекты. То есть, если мы говорим непосредственно о физиологической составляющей, если мы говорим, то тут как бы... Разговорная психотерапия вам, скорее всего, не поможет. Но если физиологических особенностей нет, если физиологических отклонений нет, если физиологически с вами все в порядке, то, на мой взгляд, имеет место быть психологическая проблема. В первую очередь, как я уже сказал, это отношение к сексу, это отношение к мужчинам, это отношение к близости, в том числе к физической близости. Это вопрос вашей собственной безопасности, это вопрос доверия, умение отдаваться своим чувствам, желаниям и так далее. Поскольку речь идет о, скажем так, восприятию и отношению к себе в сфере интимной, интимного взаимодействия, да, то я бы сказал, что вполне вероятно, что вот это вот ощущение, что я какая-то не такая, что я неправильная, что я больная, может быть даже извращенная, вообще говоря, может попортить немало крови. Вот. Я вам, в принципе, даже больше скажу, я скажу, что само наличие, так скажем, сексуального возбуждения, иногда связывают с наличием тревоги. Что это значит? В первую очередь, это значит то, что если у человека довольно сильно выражено тревожное состояние, если человек достаточно серьезно испытывает тревогу, стресс, какой-то внутренний конфликт, может быть, то часто возникает возбуждение именно как раз для компенсации, для расслабления, для снятия зажима в данном случае. Поэтому я бы посмотрел на то, какова природа, какова обусловленность этого. Вот. Повторюсь, если, если мы здесь не говорим о нарушениях психики, нарушениях физиологии и так далее, то есть это вот в данном случае, на мой взгляд, нужно исключить, конечно же. В противном случае это не является предметом психологической работы. Это в противном случае является предметом другой работы, к сожалению. Я понимаю, что это неприятно, я понимаю, что просто я говорю, может быть, неприятно, обидно и даже больно, но я думаю, что лучше вам всю картинку увидеть целиком, конечно же. Что еще я хотел бы сказать? Вот, на мой взгляд, тот факт, что вы отказываетесь, грубо говоря, ну, как-то вот, например, работать с мужчиной, да, то есть вы говорите, что к психологу мужчине вы не пойдете. Это, в общем и целом, если это встречает какое-то вот эмоциональное сопротивление, это, собственно, является, скорее всего, ключиком к решению вашей проблемы. Вот. И, на мой взгляд, именно туда и нужно идти. То есть, если вы хотите решить свою проблему, то, как бы, имеет смысл как раз с мужчиной, психологом поработать. Вот. Дальше. Смотрите. А, я бы хотел уточнить, какую проблему конкретно вы хотите решить. То есть, вы решаете проблему своей нормальности, например, и это одно. Вы решаете проблему своей интимной жизни, это другое. То есть, мне бы хотелось это, конечно, уточнить, потому что, если вы решаете проблему своей нормальности, то это одно дело. Да? Вот. Если вы... Ну, это вопрос самооценки, конечно. Если вы решаете вопрос интимной жизни, это другое. Да? То есть, по вопросам интимной жизни непосредственно в интимной сфере вам действительно нужно к сексологу. Вот. А по вопросам решения личностных проблем, конечно же, к психологу. Вот. И да, есть специалисты, которые занимаются этим и другим. Вот. Тут вам нужно просто посмотреть. На мой взгляд, вам нужно просто здесь посмотреть, скажем так, анкеты, да? Ну, анкеты людей. Вот. Анкеты специалистов. Вот. И, соответственно, ну, посмотреть специализацию, так скажем. Вот. И далее, я думаю, что уже подобрать себе специалиста, который пройдет вам, там, грубо говоря, пройдет вам подинга, пройдет вам по, ну, по подходу, да? Может быть, вот, пройдет вам по предпочтениям, может быть, каким-то и так далее. То есть, тут, возможно, варианты. Естественно, тут, возможно, варианты. Варианты, может быть, несколько, да, вариантов, может быть, ну, не может быть, как бы, один, один вариант. То есть, все может быть, вот, в этом смысле, по-разному. Все может быть индивидуально достаточно. Вот. Все это нужно обязательно, как мне кажется, учитывать, если мы хотим вам помочь, опять же. И, конечно, складывается такое впечатление, складывается такое ощущение, что вы центрируетесь на этом. Вот. Я думаю, это связано с тем, кто вас это волнует, и вы хотите решить эту проблему. Вот. Как-то так, я бы сказал. Из вашего текста я могу еще заметить такой элемент, как рационализация. Ну, в данном случае, вы прячетесь за шутками, вы прячетесь за саргазмом, вы прячетесь, вы прячетесь, в общем. И, вот, опять же, то, что вы здесь решаетесь, то, что вы пытаетесь скрыть, то, что вы пытаетесь обесценить что-то, это тоже является возможным предметом для работы. Потому что, то, что вы называете особой группой, то, как вы про это говорите, да, про особую группу женщин, вот, это, конечно, вот, в данном случае, выдает некоторый личностный конфликт. Как-то так. Всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Всего вам самого доброго, не затягивайте с обращением. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok